Девушки отдыхают 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 Слышали? Вы уже засыпались. Нет, нет, я терплю. Но когда она начинает чесать мне пяточки? На одной лапке, потом на другой лапке, потом на третьей, потом на четвертой. На третьей и на четвертой? Как вы могли обо мне такое подумать, сударыня? На третьей и на четвертой лапку у меня сапоги, и я никогда не позволю снять их рядами. Я их всыпаю на второй пяточкой. Все понятно. Спящий вы наш красавец. И зачем вы только нашли свою шпанку, хавалер? Я же все-таки рыцарь. Рыцарь спящего обрака. Не сходите ли вы все-таки за принцессой? Ни за что. Мы сами сходим, нам тоже полезно гулять на свежем воздухе. Девочки за мной. Идите, идите, а вы тоже почишите за улочком, погладите по музику, и вы ужнете у нее наградка к салатам. Кис-кис-кис-кис-кис. Что такое? Кис-кис-кис-кис-кис. Принцесса это вы? Я. Кис-кис-кис, иди ко мне. Нет. Почему? Вы опять меня начнете гладить и почесывать. Кис-кис-кис. Нет. Кис-кис-кис-кис. Нет. Кися-кися. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Мне так уже называют спящим красавцем. А я не должен спать. Спать должно и вы. Но я не хочу спать. Я хочу гулять по лесам, по долам, по морям. Пойдемте к морю. Нет. Не надо? Море шумит так таинственно. По ночам, когда я слушаю его шум. Вы еще и по ночам не спите? Иногда. Когда море шумит так таинственно. Ну, пойдемте же к морю. Нельзя. Почему? А вдруг яйца какой-нибудь пыть и захочет вас поцеловать? Никто сюда не придет. Никому я не нужна. И потом. Я не хочу, чтобы меня целовали. Всех ему захочется. Не хочу. Как это не хочу? Вы же спящая красавица. Во-первых, не спящая. А во-вторых, не красавица. Вы не красавица? Нет. Кто это вам сказал? Шепинат, который вы пололи? Или кастрюли, которые вы чистили? Я это сама поняла. Когда? Когда тот принц поцеловал меня. Он испугался и убежал. Понимаю. Вам обидно, что он не остался. Мне не обидно то, что он не остался. Мне обидно то, что он убежал. И какая разница? Большая. Если бы он остался, то и я бы поняла, что не такая уж и страшная. А он убежал. Представляешь? Сам прыщавый и убежал. Однако вы проснулись от его поцелуя. Еще бы не проснуться. Я так испугалась, что он захочет поцеловать меня еще раз. Вы не понравились ему, а он не понравился вам. Вы квиты. Хотя, знаешь, я ему все-таки и благодарна. Он же все-таки разбудил меня. И теперь я сама буду выбирать себе жениха. Сначала я хочу на него посмотреть. А потом уже и буду решать, просыпаться. Нет его поцелуя или нет. Ай-яй-яй. Нашим феечкам это не понравится. Ах, вам нравится, когда каждый, кому не лень, проходит спальню принцессы и целует ее. Да, ваша густая принцесса, наши волшебные правила звучат как-то не очень прилично. Только не будем их вспоминать. А лучше пойдемте гулять к морю, а? Что хорошего там море? Вода и вода. По морю можно плыть на край света. Что хорошего там края света? Еще свалишься с этого края и попадешь в какую-то невиданную страну. Хорошо бывать в разных странах. Что хорошего в разных странах? Мыши везде одинаковые. Какой вы скучный? Пойдемте к морю. Мяу. Я возьму уточку. Мяу. Может быть, поймаем рыбки? Мяу-мяу. Только уточку возьмите подлиннее. Давляем были подроха. Что? Ты что дарешь, бухая-тетеря? Подождите. Где труб? Пять он где-то прячется. Я не прячусь. Я маскируюсь. Хватит маскироваться. Пора действовать. У тебя мешок. Да. У меня просто шум. Он тебя не спрашивает про твой мешок, а про наш мешок, в который мы должны положить принцессу. Не понимаю, что нам, пиратам, здесь надо? Ты хочешь знать, что нужно пиратам? Золото. Так у кого мешок, в который мы должны положить спящую красавицу? Я в нем замаскировала. Вот, сманы, вытряхни матроса труса из мешка. Этот мешок не для маскировки, а для принцессы. Да, капитан, у меня в животе происходят какие-то странные процессы. Кажется, я хочу есть. И у меня в животе происходят какие-то странные процессы. Только я не хочу есть. А ну-ка, сейчас же прекратили свои процессы. Мы на опасном задании. Мы как-то здесь не тихо и незаметно, не оставляя после себя никаких следов. Ой, я боюсь. Ну да не трусь, трусь. Трудно ли засунуть какую-то девчонку? В мешок, тем более спящую. Запихнем ее туда. И несем на наш пиратский корабль. А им пришлем ультимату. Нехорошо ругаться матом. Ну, нанесли меня, глупо пенек. Он совсем не собирался ругаться матом. Так, а тут языком, джентльмена удачи. Он доводит всех до сведения. Что, если за принцессу нам не поступит выкуп? Мы ей отрежем уши. Понятно? Так точно. Да не ори же ты. Ты же своим кормом разбудишь свящую красавицу. Я слышал, что ее можно разбудить только страстным поцелуем. Каким-каким поцелуем? Страшным. Ну, если понадобится страшный поцелуй, то вы ее и поцелуете. А от такого поцелуя принцесса проснется и полюбит вас. Меня? Нет, вы еще не хватало. Нет, целовать я ее точно не буду. Так, все, хватит болтать. Вот вам мешок всыпайте до принцессу. Но тут никого нет. Как нет? А где же спящая красавица? Наверное, пошла погулять. Как погулять? Она же спящая. Ну, может быть, она лунатик? Какой еще лунатик? Посмотрите на небо, морские огурцы. Сейчас солнце неумно. А она, может быть, солнечный лунатик? Все-таки же принцесса. Ну, вот такой. Чш-чш-чш. Кто-то идет. Девочки, девочки, идите скорее сюда. Что? Что случилось? Я получила наиприятнейшее известие. К нам едет принц. Когда он будет? Завтра. Да завтра у нас еще уйма времени. Ну, что вы нервничаете? Как что? Принцессу надо найти, подготовить, провести инструктаж. А вот и наша неспящая красавица. Где вы были, душа моя? Мы ходили к морю. Вот эту раковину я нашла на берегу. Бросьте сейчас, жду гадок. И быстрее ложитесь в постель. К нам едет принц. К вам? Да не к нам, а к вам. Кто? Да какая нам разница, кто он? Вам-то никакой разницы. А я хочу на него хотя бы посмотреть, прежде чем он меня поцелует. Прежде чем он вас поцелует? Фу, ну это же неприлично. И думать об этом не смею. Ваше дело маленькое. Вы спите, принц входит, видит вас в спящую, целует. Ты просыпаешься, к рациону подтягиваешься и нежно произносишь. Ах, как долго я спала. И все, и там. И не на берегу, такова-то родиться. Быстро в постель, девочки, за мной. Котик, как бы мне посмотреть на этого прица? Завтра-завтра что-нибудь придумаем. А сейчас ложитесь в постель, чтобы не злить на жизнь вечер. Скучно. Я без сказки не успела. Да вы прям как маленькая. Сейчас я отнесу руку на кухню и расскажу вам сказку. Кажется, я не все слышала. Но похоже, нам пора покоропиться с похищением. Потом какой-нибудь принц его целовал в нашу табличку. Ой, кажется, принц уже приехал. Эй, тормоеды, где вы там застряли? Ого, это тоже, что ли, принцесса? Принцесса в постельке задела, ребята. Сыпайте скорее мешок. Мешок? Вот она, тормоза, лежит и спит. Какая она красивая. Сильно уж точная. Не кормят ее тут, что ли? Но она же спящая. Я бы тоже поел чего-то. А то ты еще как принцесса. Ага, ага, поцеловать ее не хочешь, целуй. Да целуй ты принцем станешь, да целуй. А то неизвестно, какую нас за нее еще и выгодят. Нет, нет, капитан. Лучше маленький выгод, чем большую счастливую семейку. Ну тогда ты давай целуй. Приобщись к ним. Нет, 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 нет. Я очень благодарна вам за ваши добрые слова. Но целовать меня не надо. Она не спит, капитан. Что это значит? Это значит, что ты у нее не первая. А вообще, кто такие? Вы принцы. Мы простые моряки. Да это ты простой моряк. А я вообще-то капитан. Капитан? Капитан морского корабля? Типа того. А вы можете взять меня в морское путешествие? Какой разговор. Вашу руку, сударыня. И через полчаса вы будете жить в открытом море. Вот вам моя рука. Да это вы направляйтесь, господа. А ну-ка, сейчас же отпустите принцессу. Вы вообще кто такие? Мы отважные плебусьеры. Карибского моря. Плебусьеры, то есть пираты. Морские разбойники. Мы благородные разбойники. Благородных разбойников не бывает. Так же не бывает. А мы, мы гадим только богат. Ну вот почему же? Потому что победы взять нечего. Чи дурак. Так благородные разбойники, что вам надо от принцессы? Что нужно пирату с золота? А ну брать с дороги, а то он тебе сейчас хвост оторвёт. У этого хвоста есть хозяин, а у хозяина есть шпага. И от этой шпаги бегали целые полща Микки Маус. Подождите, подождите, а кто такие Микки Маусы? Мыши. Мыши? Да, очень смешно, нашёл, чем пиратов бывать. Однажды от этой шпаги не сумел убежать один ужасный великан. Да плевать мы хотели на твоего ужасного великана. Наши шпаги длиннее, и от них бегали все пираты Карибского моря. Даже сам Джек Воробей. Боцман, сейчас я этого кота возьму на абордаж. Ты будешь моим секундантом. Спекулянтом? А чем будем торговать? Принцессами? Сейчас мы этому коту задам на орехи. Мне всё равно, можно торговать и орехами. А, четверо одного. Шпагом, но не показала, шпагом, но не показала, что такое правый дух. Куря! Мы победили их, принцесса! Что? Что тут было? Уже ничего, мы с принцем закрыли в том чувале Морских разбойников, которые хотели обидеть принцессу Как вовремя вы принц приехали, хоть на несколько времени раньше? Мое страстное желание видеть принцессу Заставило меня явиться на тени ранее И весьма, кстати Целуйте же ее скорее, принц! А, как она прекрасна! Наверное, поцелуй ее не пропутило Ну, как долго я спала? Ну! Наверное, я должен поцеловать другой принца Прощайте Принц, куда же вы? Ну вот, и этот убежал Да как же бедному мальчику не убежать? Ты ведь не прослался от его поцелуя А бедный мальчик раздрался и убежал А он вам что, не понравился? Понравился, такой смелый, такой красивый, настоящий принц! Так в чем дело? Почему ты лежала, как гребно? Мне так хотелось, чтобы он поцеловал меня еще раз! Вот теперь и поплачьте! А все потому, что Мисуса здесь старше! То заверите нос, мать здесь без спроса, то просыпаетесь, то вообще не просыпаетесь! Не виноватый я, я! А кто виноватый? Все у вас тут не по правилам! Принцесса, не плачьте, я его верну! Вот это правда, по цапогах меня в пленце! Пойдемте, встретим его на угороде! А ты будешь сидеть здесь, но в этом своем поведении! Принцесса, выпустите нас! Вы больше так не будем! Принцесса, мы люди скромные! Как пришли сюда, так и уйдем! А зачем вы все-таки приходили? Что вам было надо? Что нужно пират? Золото! Золота у меня нет! Теперь я не понимаю, почему ты такая грустная! Нет, потому что меня никто не любит! Принцесса, будет ли вам от этого легче? Но мы вас любим! Вы рады! Да, мы все тебя очень любим! Вы бы не убежали от меня после того, как... после того, как... Что? Ну, в общем, не убежали от вас никуда! А с вами хоть на край света! На край света? На край света! А на что туда можно убежать? Ну, например, на моем пиратском корабле! На моем пиратском корабле! Уже сколько раз туда бегать! Так чего же мы ждем? Бежим скорее! Да-да, бежим! А ты не хочешь на себя что-нибудь одеть? Драгоценности какие-нибудь, например? У меня нет! Они хранятся у моих феечек! Пока я не прослась! Да-да, ну тогда вперед-вперед на край света! А твоим феечкам мы оставим письмецо! А зачем? Ну, чтобы они не волновались! Чтобы они знали, что мы о тебе позаботимся! Да! Тогда вперед! Вперед! А, я ей не противен! Ну если не верите нам, то спросите у нее самой! Блут? Никого нет! Тут только какое-то письмо! Письмо? Это вам! Читайте! Эй, вы глупые сухоплутные крысы! Привет вам от пиратов Карибского моря! Мы украли у вас принцессу! Это невозможно, принц! Мы их же открывали в том челану! О нет! Челану пустят! Кто же их выпустил? Принцесса их выпустила! Она же никого не слушает! Погодите, дорогая! Давайте дочитаем письмо до конца! А теперь мы предъявляем вам ультиматум! Сейчас мы выходим в открытое море! И принцесса будет на нашем корабле пленницей! Вы должны дать нам за нее достойный выкуп! Как соберете выкуп, дайте сигнал! Три пушечных выстрела! И тогда мы, может быть, отдадим вам вашу принцессу! С пиратским приветом капитан и его команду! Я сейчас же нападу на них и отберу у них принцессу! Это невозможно, принц! Они же в открытом море! Извиновения! Извиновения! Уплывают от нас все дальше и дальше! От берега! А у нас даже нет простой лодки! Чтобы упуститься за ними в погоню! Что же делать? Принц! Я вам помогу! Я заморожу море, и вы сможете добраться на них на любых лыжах, санках, ну или даже коньках! Ведь я фея зимы! Ты от северных морей! Чись к нам стужа поскорей! Опиши над морем пруг! Помоги в виде наших рук! Заморось врагам! Иди, чтобы было не уйти! За окном заметно похолодало! Как только море замерзнет, я туже ровнусь в пользу принцессы! Принц я с вами! Вахтиный! 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 Кроме моря! Ты что? Ты смеешь, трус? Никак нет! Почему у тебя тогда глаза красные? От страха! Мне уже начнется снилось, что на нас нападают разные чудовища! То бринцы, то коты в сапогах! Трус! Так точно! Блинница не убежала? Куда? Вода ещё кругом! Вода! Вода! Верно подметила! Пойду искупаюсь! Чтоб меня акулы съели! Фу-фу-фу, чтоб не сглани! Трус! Помоги мне! Ну вот! На канцах! Кажется, его и вправду едят акулы! Я-то сгланировал тебя повели! И сейчас! И сейчас из трапа в воду оборок! Кто с ней трапа в оборок? Кажется, его и на стану света, Затките на полный капитан! Трапки! Трап? А куда? Униз идёт, чтобы подняться к теле! Подняться к теле! Получается он в воду, А я в раю! А имею ли я право, капитан, Забирать вас на небеса? Прочь мне трапа в оборок! Или я как только заберусь на палубу, Скилл тебя с небеской в землю! Капитан, а почему вы, по-моему, Уходили? Мы не плавали! Мне кажется, случилось нечто ужасное! Что? Говорите сразу! Не пугайте меня! Я не вынесу неизвестности! Кажется, я сошёл с ума! Фу! А я-то подумал, что-то серьёзное! Что может быть серьёзнее, Ол, сейчас сойти с ума? Ты понимаешь? У меня замерзающее море замёрзло! Ты только не волнуйся, сумасшедшими это бывает! А ну-ка быстро вдвоём пошли и посмотрели на море! Ага! Ага! А теперь понимаете, кто здесь сумасшедший? Или нам здесь так кажется, что так холодно? Какое там кажется? Меня колотило всю ночь! Громы-молния! Ну вы только посмотрите на этого идиота! Он дрясся, как фруктовое желе всю ночь! Ну капитану об этом ни слова! Я же этому ждёт весь совсем... От страха! Так! Прекратите истерику! Ты мешаешь мне тут! Если не замерзающее море замёрзло, то принцесса... Могла бы убежать по льду, пока ты там дыхала на бахне... Принцесса! 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 Так и есть! Убежала! Ну добрая мудра, господа пираты! Вы знаете, я всю ночь не могла уснуть от холода и мне тоже не спалось! Но нужно было нести бахту! Сказали бы мне, я бы её поносила, согрелась бы немного... Ага! Не хватало ещё, чтобы нас охраняла наша же пленница! А почему такой холод? Дело в том, Принцесса, что мы... Скоро дало утреннюю прохладу! Но после завтрака станет намного теплее! А что же будет на завтрак? То, что осталось от ужина! А на ужин то, что осталось от обеда! А на обед... Да молча, Кулипотрак! На завтрак и на обед, и на ужин у нас будет настоящая пиратская еда! Рома Солонина! Чтобы ты ими подавилась, тухлая ты каракатица! Какой кошмар? Нет! Я вам не позволю купить своё здоровье такой вредной пищей! Так, а где у нас тут кухня? У нас тут сударыня нет кухни! У нас камбус! Матрос-трус проредит сударыню к камбусу и передай в её команду мне все кастрюли и сковородки! Я не позволю, чтобы у меня на корабле просто так еликлик! Да, да, ещё пришли ко мне кошмары! Ну и команда у нас подобралась! Ботсман глух! Как теперь? Ну и совершенно не слышит моих команд! А единственный матрос этого труслив, что от каждого крика падает в обморок! Помимо всей команды приходится кричать ласковым голосочком! От этого всего можно сойти с ума! Звали капитан? А, вот и стали глухать! Сухарь? Зачем у капитан Сухарь? Потерпите немножко! Трус уже раздолол в госпитете, а принцесса начистила кофейник! Представляете, капитан, наш кофейник никуда не девался! Просто он так зарос грязью, что мы его приняли со сапог! Не зря мы этот год удивлялись! Чей-то сапог на кухонном столе стоит! А принцесса как-то зашла, так и поняла, что это не сапог, а кофейник! Она его так очистила, что он теперь сияет, как золотой! Подожди, подожди! Ты можешь поволчать, Болтун? А как это серебряные кофейники могут сиять, как золотые? Вы правы, капитан Сухарь! Это у меня руки золотые! Ты можешь прекратить, а не болтать, глухой-то ты пень! Ты лучше посмотри, море-то какое! Я тоже думаю, что будет жаркое! Ой, боже мой, вот глухня-то на мою беду! Да, для этого надо очистить сковороду! Не, я от них сойду с ума! Принцесса сказала, что сделает всё сама! Пожалуйста, прекрати о ней болтать, глухой-то ты пень! Что и говорить, капитан! Сегодня прекрасный день, добрый, морозный! Вот именно, что морозный! Видишь, как тебе холодно, мороз! Брррр! Понимаешь! А я увижу, как там захотелось искупаться! А ну-ка, быстро пошла и посмотрела на море! Вот окно! А где же вода? Так и недолго простудится, капитан! Ой! Так тут же мы всё замёрзнем! Ты понимаешь, если принцесса узнает, что море замёрзло, она от нас убежит на чём угодно, на лыжах, на коньках, ну там! На санках! Да, это мамка! Неужели у нас на завтрак будет манная каша? Завтра готов! Манная каша! Тьфу, ты ненавижу манную кашу! Я и в детстве объелся! А я в детстве манную кашу ела! А по тебе и видно! А ещё будет горячий кофе! Какой кошмар! Настоящие пираты должны пить ромб и питаться только солониной! Перестаньте проверенничать! Вы уже не маленькие! А теперь все мыться! Спасибо! Я вот сегодня уже мылся! Да, вода сегодня несколько холодовата! Я её согрела! Ну, кто первый? Настоящие пираты никогда не моются! Иначе они не смогут заниматься своими грязными делишками! Вот и не надо ими заниматься! А умываться надо! Разве вы не боитесь микробов? Очень боимся! Но ещё больше я боюсь, что когда начну мыться, то утону! Этого не надо бояться! Давайте, когда вы будете умываться, я вам буду поливать очень тонко струйки! Кто следующий? Иди, Ботчман, тебя ждут водные процедуры! Как вы посмеете такое сказать, капитан? Простите у принцессы! Подожди, а что я только вам сказал? Вы сказали, что меня ждут принцессы дуры! А это совсем не так! Наша принцесса очень добрая и милая девушка! Она нам сварила такую кашу! Такую кашу! Только моя милая мама могла варить такую марную кашу! Мама, то есть ты? Уже пробовала своими грязными ручонками? И отъяли только нюхом! То есть ты не была своими грязными носиками? Ешьте сами вашу кашу! Вот, смотрите мыло! Мойте руки, шею, уши! Нет, что вы! Я за всем не вывезду! Вот такая шалота духой, принцесса! Считайте, что у него нет никаких ушей! Как нет ушей? А это что? Не уши? Еще какие уши? Грязные-препрязные уши! Теперь умойтесь вы, капитан, пока каша не остыла! Что? Каша остывает! Пора ам-ам! Что ты орешь? Я не глухой! Как? Ты разве все слышишь и все? Вот! Слышите? Что? Буль-буль-буль! Слышите? Нет! А я слышу! Ой! Это, наверное, наш корабль дал течь! И мы пускаем пузыри! Нет! Не беспокойся! Это кофейник булькает на плите! Ямалав! Тут почему-то слышит, как на плите булькает кофейник, но совершенно не слышит моих команд! Это потому, что принцесса не вымала уши и ястров все слышит! Неужели вы раньше? До этого никогда не мылись! С тех пор, как перестал слушаться маму! Никогда! А почему вы перестали ее слушаться? Она вас что, обижала? Нет! Что вы! Просто мне казалось, что она от меня требует невозможного, чтобы я ходил в школу, делал уроки, чистил зубы, ел кашу! А я в детстве мало каши ел! Ты емалав! Ты это уже говорил! Теперь я понимаю, как был неправ! Я сейчас же пойду и напишу письмо своей мамочке и попрошу в ней прощения! И я напишу! И я и слушаю! Но как же мы отправим письмо? Мы ведь в открытом море! Очень просто! Морской почтой запихнем письмо в бутылку и кинем в укрытый океан! Здорово! Да! Еще бы не здорово! Особенно учесть то, что море замерзло! Так вообще здорово! Как замерзло! Сто чертей! Вам плотку! Из-за вас я проболталась! Но ты не думай, принцесса! Ты все равно не сможешь от нас убежать! Но я и не думала убегать! Зачем? Вот море растает и мы отправимся на край света! Ничего из этого не получится! Я разучился читать и писать! И я разучился! Даже если море растает, мы так и останемся круглыми сиротами! Боже мой! Мало того, что они круглые сироты! Они еще и круглые идиоты! Нет! Нам этого не вынести! Не расстраивайтесь так! Пока море растает, я вас обучу правду! Не расстраивайтесь! После завтрака станет нам много легче! Какие телячьи вежности! Однако они там завтракают в тепле, а мы тут на морозе страшимых! Эй, дармоеды! Где вы там застряли? Чья сейчас вахта? Но мы завтракаем! Я бы тоже хотела чего-нибудь позавтракать! Так, в чем же дело? Завтрак на столе! А кто нас будет сохранять? Кто будет нести вахту? Тогда, ну, хотите, я ее понесу! Если она, конечно, не очень тяжелая! Где она лежит? Куда ее нести? Вахту? Поджимай! Вахту! 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 Я, кажется, что-то не так сказала! Принцесс! Простите, но вахта на нашем морском языке обозначает дежурство! А, тем лучше! Вы пока позавтракайте, а я подежурю! Ах, хитренькая какая! Пока мы будем твоей кашей давиться, ты возьмешь и дерут нас дашь! Ну, хотите, я вам дам честное слово, что они убегут? Ну, хотим, допустим! Хотим, допустим! Я вам даю честное слово, что буду охранять вас от кого бы то ни было! Да верю, верю! Если честный человек дал честное слово, то он не убежит! Не только мы, пираты! Ладно, караул! Во! Во! Держи пистолет! Пистолет тебе не дам! Да, держи, соблю! Хотя нет, соблю я тебя тоже не дам! Ну, вот вы, да, по вашему колоколу! Как тот придет, звоним его! Дорогая принцесса! Пожалуйста, возьмите шарф, шапку и пальто! Укутайтесь в это все потеплее! И, пожалуйста, если вы захотите от нас бежать, не убегайте, не попрощавшись! Я буду очень скучать! Они такие милые! Не то, что эти принцы! Малыш, спасибо! Горячий. Спасибо вам! Малыш! Спасибо! 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 Мы избавились по мальышам! Спасибо вам! Спасибо! В субтитры! Ухал! Спасибо! Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Котик, как я рада вас видеть? Что это за маскарад? Вы что, не рады нашей встрече? Чему тут радоваться? Нам нужен был язык, а не пневмик. Какой язык? Болтливый. Не понимаю. Нам нужен язык, чтобы как лучше узнать, спасти операторов. Вы этого меня не могли узнать. Не буду же так вашу эти девчонки. Я же все-таки рыц. Скажите, принцесса, а почему вы так одеты? Потому что холодно. Кстати, хоть вы не знаете, почему замерзло незамерзающее море? Его заморозила фея зимы, чтобы мы с принцем спасли вас из рукого жадных пиратов. Ну вы понятны. А принцу-то зачем меня спасать? Он же все-таки сбежал, не дождавшись того, как я проснулся. Какая кокетка? А вот что значит появилась плохая компания. А принц, между прочим, полюбилась с первого взгляда и, не жалея своей жизни, кинулся рассказать от пиратов. Это правда? Правда. Скажите, принцесса, а пираты ничто не пускают вас в тепло. Что вы? Они такие милые. Они сейчас завтракают, а я несу эту, как ее. Ну, в общем, охраняй их. Охраняйте? Мотка божья. От кого бы то ни было. Стало быть и от нас. Да и от вас тоже. Эврика, я все понял. Нам не нужен язык. И за принцессы мы не только уже спасли ее. Ну и еще нам не нужно нападать на пиратов. Оказывается, нам очень крупно повезло. В отличие от вас я это уже давным-давно понял. Так с чего же мы стоим тут на холоде? Пойдемте скорее во дворец. Постойте. Я не могу покинуть свой постик. Ягола. Честное слово. Чепуха. Честное слово данному врагу. Это уже не честное слово. А всего лишь на все военное хитрость. Скажите же моей принце. Увы, как это не глупо, но она абсолютно права. Слово всегда надо держать. Так я тоже дал честное слово, что спасу принцессу. И я ее спасу, даже если она этого не хочет. Неужели вы хотите освободить меня насильно? А неужели вы будете сопротивляться своему освобождению? Я буду вынуждена это сделать, если вы сейчас же не вернете меня пиратом. Ну зачем? Почему? Чтобы начать с ней переговоры в моем освобождении. Нечего сказать мудрое решение. Увы, как это не глупо, но нам придется ей подчиниться. Вы только не обижайтесь, но я вынуждена поднять тревогу. А мы примем неравный бой и, возможно, погибнем мы. Никакого боя. Вы должны действовать дипломатическим путем. Или иначе я вас разочаруюсь. А теперь приготовьтесь. Я подаваю тревогу. Разрешите продолжить, капитан. На вас собираются напасть принц и голцы подарки. По местам стоять. Приготовиться к бою. Успокойтесь, господа пираты. Мы не собираемся на вас нападать. Пока. Но если вы сейчас же не отпустите принцессу, мы возьмем вас на абордаж. И это вы называете дипломатией? Да, дипломатия с позицией силы. Подождите, подождите. Позвольте мне переговорить с командой. Хорошо. Мы считаем, что до славы. Я считаю так. Если принцесса хочет уйти, пусть уходит. Но если она хочет остаться с нами, мы будем драться за ним до последней капли крови. Иного я от вас не ожидала. А скажи, принцесса, а почему ты не ушла с ними? Я поняла, не могу. Но я ждала, честное слово. Да, честное слово. И потом. Я же сама пришла с вами. Вы же не похищали меня. Правда? Да, да. 98, 99, 100. Все, срок ультиматума истек. Кто не спрятался, я не виноват. Дорогая принцесса, встаньте на прощание, пожалуйста, вот сюда. Да-да. Разорвься меня громко, господа. Если хотя бы кто-то сделает шаг в мою сторону, мы выстрелим в бочку с полным. И мы все зайдем на небо вместе с принцессой. Вы не посмейте, что сделать, капитан. Ой, как мне стыдно. Так, меньше вопросов. Я считаю до трех. Один. Все, все, мы отступаем. Что же вы хотите? Стрегучий левшаевым на уши. Что нужно пирату? Золото. Будь по-вашему, дорогая принцесса, потерпите еще немного. Мы принесем пиратам выкуп и освободим вас. Такого вероноса, капитан, я от вас не ожидала. И я. Молчат, девчащие пастухи, стоять мирно. Чего вы опять не направили ее в пленницу? Так, подождите, слушай мою команду. Мы сейчас обойдем со стороны, как бы враг не обхитрил нас и не ударил бы в корму. А вы тут, а вы тут, следите за порядком. Простите нас, принцесса. Просто понимаете, с детства нам не покупали то, что мы хотим. Поэтому мы и выросли такими. Я как только не просил. Мы не так и не купили велосипед. А мне щенка. Поэтому мы и выросли такими разбойниками. Нет, это вы меня простите. Я тоже плохо повелась с вами. Феи не прятали от меня мои драгоценности. Не просто хотелось побыстрее сбежать из дворца. Простите меня, ведь я плохо повелась с вами. А ведь вы были моими гостями. Нет, это ты нас прости. Все, мир, мир. Давайте вместо того, чтобы угревать, устроим праздник прямо на корабле. Только для начала вам надо провести генеральную уборку. Аврал. Так оно называется на корабле. Надо как следует вымыть палубу, убрать отсюда эту страшную бочку с порохом, развесить повсюду праздничные флажки и гирлянду. Это мы мигом. А я пока приготовлю обед и приберусь в поютах. Ты на кого бочку гадишь? А ты не путайся под ногами. Разве так? Можно разговаривать? А как надо? Вот так. Извините, пожалуйста, не будете ли вы так любезны, не позволите мне пройти с этой бочкой. Извините, пожалуйста, не будете ли вы так любезны, разрешите мне пройтись с этой бочкой. Ладно. Катитесь. Да побыстрее. Нет. Ты ему должен быть ответить. Сделайте милость. Проходите, пожалуйста. Сделайте милость. Проходите, пожалуйста. То-то же. Нет, не то-то же, а благодарю вас. Благодарю вас Да не да ладно Чего уж там Не да ладно, чего уж там А, не стоит благодарности Не стоит благодарности Так, почти Простите, извините Не стоит благодарности Извините, пожалуйста Можно мне еще раз пройтись по вашей бабе Только уже без бочки Сделайте милость Топчитесь Сколько вам угодно И вы же это все мыли Благодарю вас И стоит благодарность Но если вы еще раз прошли Пойтись в своих грязных пластинках По моей чистой палубе Я переломаю вам ноги Вот этой его шваброй Только посмейте мне оказать Такую любезность Не беспокойтесь Еще как посмею Молодцы Как все красиво украсили Я тоже прибирала И приблилась в каютах Надо было сказать Это было непросто Что нам еще сделать? Такого, такого прекрасного Разве вы забыли? Вы же собирались написать письма Ваша мама Вот вам листочки И карандаши Приготовьтесь к уроку повторения Чтобы маме написать Свои чувства не тая Надо очень твердо знать Алфавит от А до Я Я забыл его уже Надо, чтобы повторяли А, Б, Б, Г, Д, Е, Ж Дальше вспомнить постарайтесь Скуда брешь Для три пенсны Не ругайтесь Не ругайтесь Что он, Ё, К, Л, М, Н Правильно, Боцман Е, Ё, К, Л, М, Н Буквы мчатся Словно стадом Не корабль, а ринты Я все вспомнил Это ж надо Вспомнил О, Б, Р, С, Н Дальше У, Вы, Х, Д, Ч, С, Ч Помолчи Не подставка у меня Не подсказывай вообще Три последних Эю я Молодцы Все вспомнили сами Но остались еще Две буквы Какие? Это мячий знак И твердый знак Вы у меня просто академики Теперь мы можем написать письмо мамам? Конечно Хоть заложена основа Мы к письму приступим снова Мы к письму приступим прямо Это будет слово Мама Мама Самое главное слово в алфавите Очень нежно пишем Мама Я добавил бы родная И какой ты космонтря Если мама То какая? Принцесса А у вас есть мама? Нет Я сирота Я жила с крестами Я должен сказать Что ты должна быть Им очень благодарна Они так воспитали тебя И обучили Когда ты спала Давайте писать письма дальше В первых строчках сообщаем Жим Здоровь Безусловья И от всей души желаем Своей мамочке здоровья Дальше Дальше подпись Тут для всех совет один Это можно нежно вставить пропис Нежно любящий ваш сын Спасибо Дорогая принцесса Теперь наши письма Мамам написаны Да Подождите Кто хозяйничал на моей каюте Что за дьявольщина Что вы тут устроили? Ваш корабль сияет чистотой Что вам не нравится? Мне все будет нравится Подождите Подождите А кто хозяйничал на моей каюте? Где компасы стролябия? Трус Ты опять взял мои часы Что послушать Как они тикают? Нет Он Он Ни при чем Ваши часы Лежат в верхнем ящике Вашего стола А ты откуда знаешь? Их сама туда положила Когда прибиралась В вашей каюте Ох Ну и беспорядок там был Я люблю свой беспорядок В ваших порядках Я у себя на корабле не потерплю Ох И боюсь же я Когда он в гневе Скажу вам по секрету Я его тоже Очень боюсь Я думаю Вы ничего не боитесь Что вы Я уже скажу сихо Просто стараюсь Себя держать в руках Вот так вот Теперь я тоже Буду себя держать В руках Вот так Как вы учили Ой Обед так Какая она добрая Ты понимаешь? Если не сейчас она Принцик Он все пока придет Увидит что они тут устроили Шиш Мы получим А не выкуп А кстати Раз уж рель Сошла в выкупе Я отказываюсь За своей долей А дурак Мне больше достанется Реально И да Я больше никому не позволю Торговать принцессой Даже Принц Молчать Трус И да Вы же никто не посмеет Назвать меня Трус Кто назовет Я Я Я не знаю Что сделаю Понятно? А мы что Мы ничего Тот же Тот же А как Добрить Вот так Я вам попозже скажу А теперь Мужчитель Трус Спасибо Если б море не растаяло Я бы сам Давным-давно утопился Капитан Вы опять Ключите на меня Неужели вы не понимаете Что этим Вы обижаете его Обидите вас Тут сами Кого угодно Обидите Вот кто вас обижает Вот например Трус Да Трус Опять Трус Ну Это больше Называть Ну не он Не она Ну что это вообще Я вам Позже Скажу Можете Теперь Идти Вы Свободны Спасибо Как Принцесса Я кажется Я не испугался Капитан Да Конечно Я его Испугался Но не подал виду Я тебя держал в руках Вот так Как вы учили Молодец Правильно не то Что он отступил А то что ты Поворол свой страх Отныне Я тебя буду называть Смельчаком Смельчаком? Как же страшно Несли такое имя? А вдруг? Никаким вдруг Ты теперь умеешь Смельчак Умеешь себя держать в руках Босман и смельчак Пойдемте Я угощу вас Свежей булочкой Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Принц, котик, как вы рады вас видеть! Вот, капитан, требуемый вами выпук. Это не надо, мне какого выпукопа нельзя. Только избавьте от нас... Только утихте от нас, принцесса, пожалуйста, до тех пор, как она появилась на нашем корабле. Это ужас. Она запишет. Она спрятала роман. Она спрятала солонит. Что это такое? Смотрит на холодом, мыться заставляет в какой-то мороз. Вот, вот. Подумаешь, какая нежная. Добрый день, друзья! Сейчас же идите мойте руки. Будем обедать. Вот, а по какому она права здесь команда? По какому? У них свой праздник, у нас свой. Вот, вот. Дорога, принцесса, примите от нас эти скромные подарки. А они уже и минуты без нее протянуть не могут. Так, слушайте мою команду. Нет, капитан, вы опять будете приказывать нам заниматься морским разбором. Я пиратом быть не желаю. И я. Подождите, подождите. А что мне тогда делать с моим кораблем? А, можете на нем путешествовать? Да, открывать новые земли и моря. Как вы это замечательно придумали. Вы же еще меня считаете капитаном? Ну, конечно. Лучше вас, капитана, не найти. В море вам нет равных. Капитан, капитан же, пообещайте, что после всех ваших приключений вы будете навещать нас с принцем и докладывать о всех новостях. Клянусь, вы будете самыми любимыми и дорогими нашими слушателями. Ой, а, по-моему, кто-то там лезет? Что лезет? О, а вот и наши феечки. Мы не опоздали на праздник? Нет, нет, мы как раз ловли, да. Нет, 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 нет. Нет! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ